Благословен Господь, дающий Тору 22 глава 2 стих, 25 глава 9 стих. В этом разделе описываются события, связанные с неудачной попыткой мевицкого царя Балака, по его имени назван на раздел, с помощью наемного пророка Валаама проклясть израильский народ, который приблизился к границам его царства. Как мы знаем, ничего не получилось. Валаам, этот наемный пророк, он не проклял, а согласно приказанию Божьего, он наоборот благословил, трижды благословил еврейский народ очень хорошими, сильными, красивыми словами, предсказал ему великое будущее, говорил о прекрасных шатрах Иакова, о звезде, всходящей над Израилем, звезде Израиля и так далее. То есть, все не получилось. Вроде бы у него, вернее, у него не получилось. Получилось, вернее, все наоборот по сравнению с тем, что хотел Балак, мавицкий царь. Хочу сказать, что раздел, он такой непростой. Ну, во-первых, три главы об одном и том же, это редко бывает, когда Бог сосредотачивает нас или достаточно плотно рассказывает нам одно и то же событие с разных сторон. Ну, и, во-вторых, этот раздел не относится к таким, знаете, простым. Вот есть, например, вот книги или разделы Торы, которые, значит, ну, не только Торы, но имеется в виду Итанаха, которые не очень простые. Ну, например, вот Иов, да, собрались к Иову друзья, рассуждают на богословские темы, это, кстати, это еще до Торы, это еще до Исхода, значит, 3800 лет назад рассуждают, говорят хорошие вещи о Боге, вот. И в результате Бог в конце концов говорит, а твои друзья, говорит, они вообще-то неправильно рассуждали, я на них гневаюсь и попробуй там разберись. Я хочу сказать, что до сих пор, как бы, вы так сразу с налету вы не скажете, а что там сказали друзья неправильные, что там Бог гневался на них. Так и здесь, вроде бы, знаете, такое событие, так, внешне, если посмотреть внешнюю канаву, все такое, все нормально, все прилично. Балах хотел проклясть, значит, пришли к Валааму, Валаам сказал, значит, я буду говорить только то, что говорит Бог, если сказать проклянет, прокляну, нет, значит, нет, Бог сказал не проклинать, он пришел, значит, благословил, ушел, вот, значит, и, в общем, вполне приличный такой человек, духовный, вот. Вот, я хочу сказать, что не знаю, как у вас, но у меня вот первые мои годы христианской жизни, когда я приходил к этой, ну, к этим главам, я, в общем-то, был в таком легком недоумении, понимаете, в общем-то, как-то, мне непонятно было, кто такой этот Валаам, в конце концов, он Божий пророк, или там он лжеучитель, или там, или еще там что-то, да, вот, ну, потом уже со временем, значит, кое-что понял, вот, и то, что я понял, я с вами поделюсь. Итак, значит, события, изучаемого раздела Туры, происходят в последние дни перед вхождением Израиля в землю обетованную, значит, Израиль прошел по южным границам Моава, значит, победил, это, если мы посмотрим, допустим, на карту, мы увидим Иордан, да, и снизу Иордана, с запада на восток шел Израиль, да, значит, победил царя Сигона, Ога, значит, это аморейских царей, уничтожил дотла города, население, по слову Божьему, потому что это были язычники из язычников, это были те люди, которых Бог говорил Аврааму несколько сотен лет назад, что чаша моего терпения еще не наполнилась, я еще даю им шанс, но они не использовали этот шанс, и Бог сказал, все, конец. И мы всегда должны помнить, что Бог, он Бог долготерпеливого, ведь он может терпеть сотни лет, но всегда наступает терпение его и конец какой-то, эти люди не каются. Вот, итак, значит, уничтожил города, и вот теперь смотрите, что происходит дальше. И видел Балак, ну, имя его обозначает разрушитель, сын Сифоров, все, что сделал Израиль Амореем, имея в виду Сигону и Огу, ну, и его народом. И весьма боялись мавитяне народа сего, народа здесь слово Ам, ну, земля, народ, потому что он был многочисленен. И устрашились мавитяне сынов Израилевых, и опостылило им жить. И сказали мавитяне старейшинам Мадиамским, ну, они, видимо, жили тоже с мавитянами вместе. Этот народ, здесь уже народ Кахаль, или Кагила, как говорил наш Эбай сегодня, значит, или в переводе на гречески это Эклесия или Церковь, ну, что нам известно, да, то есть есть такая духовная составляющая есть, да, не просто Ам, а Кахаль. Итак, этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сифоров, был царем мавитян в то время, и послал он послов к Валааму, сыну Веру, в Пифор, который на реке Ефрат, в землю сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, а кого ты проклянешь, тот проклят. Это число, значит, 22 глава, 1-6. Чего так испугались мавитяне? По большому счету, им особенно ничего не грозило. Они были родственным народом, аврамическим народом, родственным Израилю. Они происходили от племянника Лота, племянника Авраама Лота, и вполне понимали, что они могут договориться, в принципе, с родственным народом. Значит, более того, в своем, ну, Моше, он впоследствии говорил о том, что Бог ему сказал не уничтожать. Можно было послать, ну, мавитяне уничтожать имеется, можно было послать послов, поговорить, по крайней мере, ну, как действуют цари обычно, понимаете, а не так вот сразу что-то предпринимать, какие-то панические действия. Я так думаю, что в основе лежало духовно несовместимых этих народов, потому что мавитяне были ничем не лучше амореев, которых они уничтожили, которых уничтожили Израиль. Ничем. Они тоже поклонялись, значит, тем же богам, они также занимались храмовой проституцией, они также приносили в жертву детей, вот, и археологи до сих пор находят вот эти жертвенники, где сотни трупов, ну, короче, убитых детей, понимаете, вот, значит, и, то есть, они понимали, наверное, наверное, они понимали, что именно они духовно несовместимы, и что если придет Израиль, то им придется менять свой образ жизни, вот, я думаю, что они боялись прежде всего этого, они не хотели меняться, им нравилось их язычество, и они хотели оставаться в этом. И надо сказать, что Балак, ну, там в транскрипции русской Валак, но я буду говорить Балак, чтобы отличать от Валаама, значит, он оказался достаточно проницательным человеком. В отличие от аморийских царей Ога, значит, Ога, значит, и Сигона, значит, он, он кое-что понял, значит, он понял, что в основе силы евреев лежит не военная сила, как думали аморияне, а лежит духовная, их духовная связь с богом. И поэтому вот это вот событие, то есть то, что он послал, именно обратился к духовным, можно сказать, лидерам того времени, значит, говорит о том, что он увидел вот эту связь, и он решил ударить именно туда. А аморияне, они тупо пошли военным путем, понимаете, они сказали, народ, ам, все, мы его уничтожим. А Балак, он понял, что это не просто ам, это просто кахаль народ, понимаете, то есть это народ, имеющий связь с богом. Вот, итак, мы видим, что лежит в основе, как бы, его действий. И поступал он достаточно продуманно, он обратился к мандимитянам. Зачем он обратился к мандимитянам? Здесь не зря об этом написано. Это родственники, родственники пророка Валаама, вот, потому что Валаам, он, это тоже происходил из рода Аврамова, вот, ну, говорят, что, Медраж говорит о том, что он был, значит, из, ну, короче, этим, короче, он происходил от Лавана, от Лавана. И жил он в Пифоре, это недалеко там, не зря написано недалеко от Харана, где жил этот Лаван. Вот, это примерно 650 километров от места, ну, от места, где происходили все эти события, или 20 дней пути. Он жил в Пифоре, в городе, ну, скорее всего, это был город прорицателей. В 30-х годах прошлого столетия открыли город такой Море, и там на глинях табличках обнаружили, что в этом городе жили, ну, была колония таких прорицателей, которые служили разным богам. Вот, вполне возможно, что Пифор был таким городом, и там находился, значит, Валаам. Он вполне мог служить единому богу, потому что, если мы помним, я вам не зря сказал об Иове, да, друзья еще за сотни лет до него, они ввели такие богословские беседы о Боге, что нам еще, как говорится, и не снилось иногда, знаете. Вот, значит, поэтому, как бы, он имел понятие о Боге, он имел огромную, огромную духовную силу, вот, потому что мы видим, что Бог с ним легко разговаривал. То есть, он говорит, поспите, вот, я поговорю с Богом. То есть, он был уверен, что он с Богом поговорил, знаете. Понимаете? Поэтому комментаторы Торы, они говорят о том, что Валаам на самом деле имел огромный пророческий дар, вот, который был или сравним с Моше, или даже больше, чем у него. То есть, если мы посмотрим, взглянем на Библию так вот сверху, да, на все события, мы не увидим больше людей с таким вот пророческим даром, кроме Моше, и, наверное, кроме Валаама, который так легко лицом, ну, этот Моше лицом к лицу, а Валаам мог, говорится, встречаться с Господом, ну, как бы, по желанию можно даже сказать, понимаете. Вот, значит, то есть, он был очень духовно одаренным человеком. Ну, вместе с тем, значит, иудейские комментаторы отрицательно относятся к его личности, они говорят, что, ну, это написано в Талмуде, в трактате Сангидри, на том, что Балах был вначале пророком, а потом стал колдуном. То есть, он так плавненько перешел из разряда пророков в разряд колдуном. Возможно ли это? Вполне возможно, он был человеком, понимаете, и он не удержался. Я тоже придерживаюсь того мнения, что Валаам вначале был служителем Божьим, а потом превратил свои дары в источник обогащения. Вот, тем не менее, значит, мы видим, что на момент рассматривая их события, и Бог с ним говорил, приходил, и, соответственно, произошло то, что произошло. Я, не останавливаясь по наличию времени, не останавливаясь полностью, значит, на всех этих событиях, я надеюсь, что, ну, вы знаете. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Или кто-то не знает, мне надо коротко пересказать. Ну, скажем так, или знает, или сделал вид, что знает. Итак, значит, пришли посланцы, да, один раз пришли, он не пошел, потому что Бог сказал, потом второй раз пришли, соответственно, Бог сказал, иди, вот, потом он пошел, Бог почему-то разгневался, поставил ангела, там, ослица заговорила, и потом три раза, там, он ходил по горам вместе с этим балаком, пытался проклясть, вот, ну, у него не получилось, Бог все время говорил про благословлять, и он благословлял. А закончилось, раздел закончился тем, что, когда он ушел, вроде бы, все нормально, вот, как я говорил, человек духовный, все сделал, все сказал ему Бог, но, тем не менее, евреи начали почему-то из-за молодых мавитян, на которых подослал балак, они стали блудодействовать, вот, как Библия говорит потом, поклоняться валу, и, соответственно, ну, есть идоложертвенные. Вот. Итак, а что говорит нам Писание, да, что говорит нам Писание? Ну, знаете, с одной стороны, можно было бы закончить, вот, комментарий, можно было бы закончить сказать так, что, и это явно прослеживается, Господь так любит Израиль, да, и у Него для Израиля такие великие дела и предназначения, что даже вот такой большой духовный человек, да, он не смог проклясть, а он благословил. И все, и на этом можно закончить, и классно, то есть, ну, развить эту тему достаточно глубоко, потому что здесь очень много дается материала. Но я остановлюсь немножко на другой линии, я остановлюсь в линии самого Валаама, да, то есть, что он значит для нас, и что его личность несет нам, какой посыл здесь есть, и какой посыл заложен в Библии для нас, значит, верующих сегодняшнего дня. Итак, смотрим, что нам говорит 2 Петра, значит, 2 стих, 2 глава, 15 стих. Значит, здесь говорит так, Валаама, сына Виорова, который возлюбил мзду неправильную. Ага. Оказывается, значит, этот духовный человек таки возлюбил мзду неправильную, то есть, у него были корыстные интересы, и поэтому, когда Бог ему сказал, ты иди, да, значит, ну, и говори то, что я тебе буду говорить, и он пошел, и вдруг ни с того ни с сего Бог посылает ангела Господню, и тот что-то хочет сделать, короче говоря, там, ну, закрывает путь, что-то он хочет сказать Валааму, да, то есть мы видим, что, оказывается, у этого человека были корыстные мотивы, то есть Библия она сама толкует то, чего не написано в сегодняшнем разделе. В другом месте, это второзаконие, 23 глава, 4-6 стих. Маше объясняет, значит, Израилю. Они, ну, имеется в виду мавитяне, наняли против тебя Валаама, сына Виорова из Пифора Месопотанского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Ага, оказывается, Валаам, он не просто возлюбил крыс, да, вот, там написано до безумия, просто дальше не читал, вот, а он таки хотел проклясть, то есть у него было скрытое желание вообще-то проклясть, он надеялся на то, что это золотишко, которое во второй раз ему принесли, а там, видно, князья принесли немало, потому что первый раз он отказался, вот, и там мавитская царь была, кому потом, ну, немножко еще подкинул, а оно все-таки его впечатлило, и он понимал, что на это золото и он, и его дети, и его внуки могут жить достаточно счастливо оставшиеся дни и десятилетия, понимаете. Вот, поэтому Библия говорит о том, что это был служитель, ну, вполне возможно, что он к этому времени был служитель, но который возлюбил, ну, служитель Божий имеется в виду, который знал Бога, который возлюбил, возлюбил мзду неправедную и которого получил превратный ум, да, и до такой степени, что захотел даже проклясть Божий народ. Библия говорит о том, что Валаам был убит израильтянами, об этом говорит Навина, 13 глава, 22 стих. Вот, и, но также Библия говорит о том, что на этом дела Валаама, они не закончились, они не закончились. Послание Иуды и Петра, 2 Петра, я не буду вам говорить там, какие стихи, я просто нарезку такую даю, понимаете, вот для того, чтобы было понятно, как Библия оценивает наследие Валаама, да, в сегодняшних общинах, да, то есть в сегодняшней церкви. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупивших их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разрату. Они не одни будут. Написано, многие последуют их разрату. И через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Значит, и дальше идет, я просто так, я не все, кое-какие характеристики этих людей, это библейские характеристики. Они нечестивые, обращают благодать Бога нашего в повод к распутству, отвергающие Христа, дальше, поступающие по своим похотям, нечестивые, беззаконно. У стая их произносят надутые слова, то есть пустые слова. То есть они говорят духовные слова, но за ними не стоит ни силы Божьи, да, ни истины Божьи. Они, то есть это пустота. Они оказывают лицеприятие для корысти, душевное, не имеющее духа. Ну так, достаточно, скажем так, нелицеприятно, да? То есть будут лжеучителя, которые вот такие вот. И написано здесь, горе им, потому что они идут путем Каиновы, предаются обольщению мзды, как Валаам. Вот какие будут учителя. Это, в принципе, в наше время. В том числе. Значит, 2 Петра. Глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. О, оказывается, они будут не просто так, взагали говорить, да? Оказывается, у них будет целевая аудитория. Да? Неутвержденные, или как здесь я сказал, да, неутвержденные души. То есть их проповедь, да, их влияние, их послание будет направлено прежде всего на неутвержденных. Они не будут, как бы, они будут понимать, что люди утвержденные во Христе, да, и в Его Слове, они их разоблачат. Поэтому они четко направляют на неутвержденных. Ибо, произнося надутые послословия, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи самые рабы тления. Ибо кто кем побеждает, тот тому и рак. Итак, они уловляют в плотские похоти и разврат. Значит, это тоже наследие Валаама. Потому что в конце сегодняшней главы там описано о том, что он ушел. Но, оказывается, эта книга Откровения во второй главе говорит о том, что он дал совет Балаку. Он говорит, а пошли-ка ты молодых красивых девчат, которые будут, значит, прещать их есть идоложертвенные, поклоняться Ваалу. Так и произошло. Они послали. И, значит, многие молодые люди, ну, прежде всего, из колена Симеонова, значит, они польстились на это. И было уничтожено 24 тысячи. 24 тысячи людей гневом Божьим. Понимаете? Вот. Поэтому и так будут лжеучителя, которые захотят, будут уловлять в плотские похоти и разврат неутвержденных христиан, да, обещая им свободу, хотя сами будут рабы тленя. Друзья, и есть здесь две стороны. Есть сторона предложения, да, вот, и есть сторона потребностей, да. То есть есть тот, кто предлагает, и тот, кто хочет это предложение. То есть здесь, друзья, надо помнить, что здесь не только будут лжеучителя, и можно сказать, ну, это лжеучителя, а нам-то какое дело? Нет, друзья, есть сторона, которая ждет этих служителей, она хочет этого. Понимаете? Не зря же они будут этих неутвержденных. А почему они хотят? Я думаю, это мое мнение, это мой комментарий, что прежде всего, чего хочет молодой неутвержденный христианин? Он хочет, чтобы все быстро порешалось, чтобы все было классно, у меня все было, а мне за это ничего не было. Господь, яви свою славу, все, порешай мне это. Но дело в том, что человек шел к этому, к этой ситуации, он шел десятилетия, как часто, как вот мы ходим, да, без Бога, и идем к этой ситуации десятилетиями. И вдруг, если порешать, значит, а у нас в голове то же самое, да, в сердце у нас то же самое, то что будет? Мы просто с новыми силами, освободившись, да, значит, начнем заниматься опять тем же самым, друзья, понимаете? Поэтому Бог, Он работает с нами. И вот это вот желание, желание быстро порешать, нажать на кнопку, получить результат, он есть, к сожалению, есть запрос. На это предложение есть запрос. Понимаете, о чем я говорю? Вот, и эти люди, они есть, они есть среди нас. Вы думаете, нету? Позавчера я разговаривал с одним братом, у него очень серьезная болезнь, и он говорит, в свое время, это два-три года назад, в одной из общин, значит, ему надо было попасть, как он сказал, на первую линию, чтобы за меня помолился помазанник. Вообще не божье. Знаете? А чтобы гарантированно попасть на первую линию, надо было дать денег. И он занял, он занял, значит, кому-то сказал, 4 тысячи гривен, это тогда было порядка 500 долларов. Или там, так, на 8, да, порядка 500 долларов это было. Понимаете? Занял, пошел, дал эти деньги, вот, и он попал на первую линию, и за него молился помазанник. Ну, друзья, ну, скажите, как это называют? Это сейчас, в наше время, понимаете? Это, это недалеко от нас. Вот. Поэтому, если сказать, что это неправда, извините, это правда, это есть, и будут служителя, вот, лжеучителя, которые будут ради своих похоти, ради корысти, будут искать неутвержденные души, и будет запрос такой. Вот. И еще один момент, я заканчиваю. Значит, смотрите, значит, ну, можно сказать, ну, это нас не касается. Я утвержденный, я, допустим, а это лжеучителя, меня не касается. А с другой стороны, смотрите, вот Бог дает, я себе задал вопрос буквально вот вчера, ну, когда уже прочитал это все, что написал, вот, и задал себе вопрос, а что, если, допустим, вернее, вернее так, а как, как Балак проходил путь от служителя Божьего, да, к колдуну? Возможно ли это в наше время? Знаете, я так поразмыслил, опять же, это мой комментарий, это не богословие, да, значит, я считаю, что достаточно быстро можно пройти, друзья, потому что, вот, допустим, вот человек получает дар, пророчество, там, исцеление, и так далее, да, и смотрите, приходит он в общину, и все знают, у него дар, здесь, сестра, садись рядом со мной, помолись за меня, пожалуйста, приходи ко мне домой, мы поговорим, там, о духовных вещах, человек понимает, ну, за меня помолится, там, решат вопросы, и так далее, и человек начинает понимать, о, это круто, круто иметь такой дар, и круто зарабатывать на этом даре, даже не деньги зарабатывать, а зарабатывать плюсы такие, да, уважение, почитание, и так далее, вот, и скажите, далеко ли до того, что когда тебе дадут, условно говоря, яички, а потом и денежки, значит, далеко ли до этого, да рядом оно все, оно, это касается всех, вот это Валаамово, скажем так, наследие, понимаете, оно, как Бог говорил, оно как грех лежит при дверях у каждого, понимаете, и наша задача видеть это, наша задача отказаться от этого, понимаете, наша задача дистанцироваться, бегать и никак, ну, и понимать для начала, вот что это такое, что Бог нам хочет сказать в этом, да, вот, и поэтому не удивляйтесь, если, в общинах, и в нашей том числе, есть духовно одаренные люди, но они не очень поднимаются, понимаете, потому что есть служителя, есть пастора, которые смотрят, они оценивают, сравнивают с Божьим Словом, они смотрят на характер, они смотрят, как у этого человека духовного даренного как слово божье преломляется через ухать и в каком виде она доходит помать если они не поднимаются значит для этого есть причины поверьте и доверьтесь в этом дело значит и пасторам и и служителям это очень важный вопрос и все заканчиваю значит опять нарезка из петра и иуды и так вы ну я прежде всего и вы возлюбленные будучи предварены о сем ну будучи вас предупредили все все знают да всех предупредили о всем что такое возможно да вот и возможно как со стороны лжеучителей так со стороны с нашей стороны да назидая себя на святейшей вере вашей молясь духом святым берегитесь чтобы вам не увлезли заблуждение беззаконников и не отпасть от своего утверждения но возрастайте в благодати познати и познание господа нашего и спасителя иисуса христа ему слава ныне и в день вечный и все сказали аминь и и и Продолжение следует...